Приветствую Вас, Возьмем Гуси и братья и сестры. Давайте мы с Вами посмотрим и разберем одно видео, чтобы мы с Вами ориентировались, где верующий, а где номинально крещённый человек. Хочу, знаете, поговорить про церковь. Я православный человек, верующий, но не так прям, что верующий, верующий. Ну, я верю в Бога, конечно, в каких-то фразах, ой, дай Бог, или ещё что-то такое. Буду по частям останавливать и отвечать, ой, Боже. Ну, иногда, конечно, мы прославляем Бога в каких-то наших действиях, как благорение. Но всё равно не забываем за то, что имя Божие в суете праздно мы не вспоминаем. Но православная церковь, во-первых, превратилась, к сожалению, в торговую лавку. Православная церковь не превратилась в торговую лавку. Я с Вами соглашусь, что есть свечной ящик, в котором можно приобрести за пожертвование. Рекомендательное. Там утвари, свечи. Но, во-первых, нам это не дарится, мы это тоже приобретаем. Второй момент. Сегодня нет десятины, которые никто не отменял. Она ещё из священного писания идёт. Когда десятую часть, верующий человек, не номинально ходящий в храм раз в год или, в лучшем случае, на празднике, а когда является частью прихода. Он, в принципе, раньше отдавал десятину на храм, поэтому не было, как таковых, и школ, и тому подобное. Всё церковь брала на себя. И всё совершала безвозмездно. Поэтому сегодня есть это рекомендательное пожертвование, за счёт которого платится зарплата сотрудникам и далее, далее, далее. Поэтому это необходимость, скажем так, к сожалению. Также там просто невозможно находиться. Вот у меня ребёнок попросил в прошлое воскресенье сходить в церковь. Во-первых, там очень много народу и все стоят. Пару лавочек, самые старенькие бабушки сидели, все остальные стояли. Я знаю, что в католической церкви все сидят на службе. Это комфортно, это удобно. Скажем о комфорте и удобстве церкви. На самом деле в храмах есть лавочки для необходимости. Потому что мы в храм не приходим как в музей. Мы приходим в храм понести определённый подвиг, подрудиться для Господа. Если есть необходимость присесть, там больные ноги, там душ, можно выйти из храма. То есть это всё дозволительно. Относительно большого стечения людей, это чаще всего праздники. Но самое удивительное, что эта девушка пришла благодаря ребёнку, который уже в храм её повёл, попросил прийти, а не сама, по высшему счёту. Я бы ещё сделал акцент на её крестике. Это явно не православный крестик. Это украшение, я больше сказал. Потому что крест, он символизирует спасительную жертву Христа. На крестике должно быть изображение распятия Господа. Это подчёркивает в том числе твою религиозную принадлежность. Потому что о нём можно было бы понять, католик ты или православный, посмотрев на крест. Это тоже очень значимо и важно. Стоя, выдержать это всё невозможно. Душно, нечем дышать, пот льётся. А ещё в прошлое воскресенье был яблочный спас. Я увидела, короче, очередь выстраиваться с людей. И вот батюшка с одного кувшина, ложечкой, даёт каждому человеку в рот что-то. Батюшка что-то из кувшина даёт. Это вот точно православное. Это, знаете, из области есть прихожане, есть захожане. Надеюсь, эта милая девушка, когда-то станет верующей женщиной, на самом деле, будет понимать, что это. Это самое главное, что у нас есть, это таинство причастия, когда мы соединяемся со Господом. То, что даёт с одной лжицы, так называемой, не ложечки, из потера, это тело и кровь Христа. За тысячелетия, которые, по сути, у нас, как минимум, прошло от Рождества Христова, ни один не заболел, не заразился. И напомню, что причастие готовится на просвари и вине. Поэтому, в том числе, конечно, вино разбавляется теплотой, кипятком. Но, тем не менее, там маленький какой-то градус остаётся, который всякую бактерию в том числе убивает. Но это даже не об этом не стоит говорить, потому что это причастие. После причастия я был свидетелем, когда женщина 13 лет парализованная встала и пошла. Не от медицины, а от милости Божьей. Поэтому здесь её удивление, что нельзя выдержать. Всё может выдержать, когда ты хочешь. Я понимаю, почему он так рассуждает. Потому что это образ уже такого потребительского отношения современного человека. Когда дайте мне на блюдечке комфорт и удобство. Обслужите меня. Это вот немножко такое коммерческое сегодня отношение потребительское. Где нет никакого подвига о Господе и о труде для него. Наливает каждому человеку одной ложечкой с одного кувшинчика. Боже, я как увидела это. Я прям... Люди, вы чего вообще? Это рассадник микробов. Просто один схватил ложечку, макнули, второму дали. Я вообще в шоке просто. Давайте дополним. Разными ложечками разовыми пользовались, когда у нас было время ковида. Или когда сугубо какие-то поветрия приходят. Тогда или же разными ложечками разовыми пользовались. Или же опускали в спирт для дополнения. Это даже не для того, чтобы кто-то не заболел. А чтобы никого лишний раз в том числе не смущать. Чтобы потом не обвиняли от церковь, что вот из-за вас распространение было. Какого-то там вируса в том числе. Естественно, никто не заболел. Верующий ни один не заболел, по большому счету, который из-за вас сопричащался. Я очень-очень редко хожу в церковь. Бог у меня в душе, в сердце, в голове. Бог у меня в сердце, в душе. В сердце, может быть, я поспорю относительно конкретной девушки. А вот в душе, ну это совсем безграмотно. Объясню почему. Потому что душа это частичка Божия в нас. Получается, у меня матрешка, Бог в Боге. Бог, он не имеет географии. У него свойства природы вездесущие. И в Священном Писании мы читаем такие слова. Бог пребывает и где же хочет. Поэтому мы стремимся к Богу, а не Бога в себя впихиваем. Мы не Бога под себя подстраиваем. Это мы для Него свою жизнь меняем. Потому что Он уже все сделал лично для нашего спасения. Находиться там, во-первых, некомфортно. Просто я знаю, вот сейчас был вызов у меня. Человек потерял сознание в церкви. Потому что невозможно отстоять эту всю службу. Очень жаль, что у нас не придумали, вот как в католической церкви, сидение. Очень жаль. А еще мне не нравится, у нас в церкви православной именно какой-то дресс-код супер. Ну, в общем, по духоте я соглашусь. Не во всех храмах есть кондиционеры. В принципе, если уже душно, можно выйти и подышать свежим воздухом. Или окна открыть. Все это решаем вопрос. Относительно уже дресс-кода, это как минимум наша традиция. Это благородный внешний вид. Относительно католиков мы видим, к сожалению, следствие вседозвольности католической церкви. Поэтому, если вам так нравится католическая церковь, ну, ни вольник, ни благовольник, насилие никто не держит. Если вы приходите в костер для комфорта, а не для молитвы, ну, замечательно. А я пришел, прихожу для господа потрудиться. Это не так часто человек приходит в храм. Если это верующий суббор, каждое воскресенье. А если это вот такой вот захожанин, то это очень редко. Ну, уж редко хотя бы потрудитесь для господа. Надо платки женщинам. Надо там, нельзя, розовую одежду. Я помню, когда я маленькая была, в розовых штанах пришла, на меня наругались. Вы представляете? В католической такого нет. Никто эти платки не носит обязательно. То есть там свободное посещение. У меня подруга католик. У меня есть знакомые католики. Я даже ходила в детстве с бабушкой своей в католическую церковь. Просто, ну, я не знаю, для чего мы ходили. Но я помню, и приятные воспоминания от этого посещения были. Ну, и последнее. В каждом храме есть полточки и юбочки на запах. Не проблема. Даже если вы в штанах пришли, вы можете это все одеть, все это стирается, все это чистенькое. Ну, по крайней мере, я за свой храм говорю, да? Я думаю, так же и в остальных храмах. А вот относительно, что ей нравилось в детстве посещать там костюм с бабушкой, я думаю, что здесь даже не в костюме дело, а дело в том, что она это делала с бабушкой. А другое дело, что очень прискорбно, что бабушка не привила именно понимание, почему в православных церкви так. А вообще, это задача крестных родителей. В общем, подводя итог этому видео, просто это не желание понять и принять, а коммерческое такое вот обслужите меня. Надеюсь, всему в свое время каждый человек поймет, для чего нужен храм и почему мы не Господа под себя подстроим, а себя меняем, свою жизнь для Него. Храни Господь с Богом.